Эпидемия нанесла существенный удар и по рынку труда. Растет безработица. Эксперты прогнозируют ухудшение экономической ситуации. Как устроиться на работу в период пандемии, выясняла наша съемочная группа. На сегодня в Центре занятости принимают огромное количество обращений по максимальным пособиям. Это обращения тех граждан, которые официально были уволены в период с 1 марта по 30 мая. Таким образом, вопрос трудоустройства людей пока отошел на второй план. Но мы решили выяснить, ищут ли люди работу в период пандемии, а если да, то есть ли для них вакансии. Еще в начале этого года Владикавказский Центр занятости ежемесячно трудоустраивал более 30 человек. В условиях пандемии цифры значительно сократились. Уменьшилась текучка кадров, все крепко держатся за свои должности, никто не едет покорять столицу. Естественно, мы им подбирали вакансии. Если, конечно, у них специальность была связана с той работой, которую они искали, то это облегчало, конечно, задачу нашу. После, конечно, пандемии, естественно, предприятия закрылись на карантин. И на сегодняшний день и граждане это, наверное, понимают. И обращаются, конечно, в месяц 3-4 человека. Сказать, что рынок труда совсем вымер, нельзя. Центр занятости активно взаимодействует с разными организациями-работодателями. ВРЗ, спецэкосервис, сеть магазинов «Магнит» активно сотрудничали. Почта России. За последний месяц было трудоустроено около 6 человек. Это был инспектор по кадрам, гидромедцентр. Санитарку устроили в КБСП, в грязную зону недавно. Библиотекаря трудоустроили в библиотеку, которая на Архонском у нас. Мурат Бурнацев еще недавно зарабатывал на стройке. Работа ему нравилась, однако он понимал, что это дело ненадежное. Сегодня работа есть, завтра ее может не быть. Хотелось стабильности и уверенности в будущем. Просто не было трудоустройства, как бы работал нелегально. И подал заявление в центр занятости, чтобы найти работу. И мне через месяц-полтора где-то откликнулись и предложили поработать в «Магните». Воспользовался этим моментом, устроился в «Магнит». Во-первых, тут белая зарплата и полный соцпакет. В принципе, работа неплохая. Сеть магазинов «Магнит» плотно сотрудничает с центром занятости. В процессе поиска кандидатов, закрытия наших вакантных должностей, мы работаем в том числе и с центром занятости населения, причем ведем работу как с городским отделением, так и с районами. Валерий Скачков благодаря центру занятости нашел работу на заводе «Дарьял». Я проработал 19 лет на электроцинке. После закрытия завода столкнулся с проблемой трудоустройства. Обратился в центр занятости, где в течение нескольких месяцев сотрудники центра, совместно с начальником отдела кадров пивзавода «Дарьял» Алиной Бедоевой, помогли мне с трудоустройством. Здесь же на заводе прошел стажировку, получил аттестацию. По закону работодатель ежемесячно предоставляет в Центр занятости сведения о вакантных местах. Следующее взаимодействие, которое я считаю тоже особо эффективным, это когда служба занятости организовывает ярмарки вакансий. На данных ярмарках есть много плюсов. Одни из них — это возможность представителю работодателя вживую пообщаться с оискателями. А для соискателей — это возможность на одной площадке пообщаться с несколькими представителями работодателя, что сокращает и экономит временные и материальные затраты для граждан. Несмотря на пандемию, спрос на рынке труда остается. Центр занятости продолжает помогать гражданам республики в поиске работы. Но и людям надо учиться проявлять активность. В первую очередь человек сам должен найти свое призвание. Батрас Загуров, Завр Кодзаев, Сергей Гоглоев, Олеся Разбитнова, Дзераса, Кортиева — специально для программы «В итоге». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова